МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Надежда Савченко дала первую пресс-конференцию. Такому вниманию могут позавидовать первые политики страны. Зал Дворца Украина был переполнен, а те, кто не смог попасть внутрь, смотрели видеотрансляцию на улице. Главное заявление Надежды. Далее в сюжете. На первой пресс-конференции во Дворце Украины Надежду Савченко встречают гимном. Злинет наши воли, женщины, как роса на солнце. В зале аншлаг. Надежда сразу предлагает журналистам перейти к вопросам. Готова общаться 8 часов и дольше. Основные темы – конфликт на Донбассе и каким видит свое будущее. Почти сразу прямой вопрос – пойдет ли в президенты. Брать паузу для отдыха Надежда не хочет. Уже во вторник пойдет на пленарное заседание в парламент. Поедет ли Савченко в составе украинской делегации на встречу трехсторонней группы в Минске, пока не решено. Но она точно знает – будет бороться за освобождение каждого украинского пленного. Для этого Надежда хочет создать международный комитет и заручиться поддержкой мировых политиков. Тех, от кого в тюрьме получала письма со словами поддержки. А вот в каком парламентском комитете будет работать – еще не решила. Говорит, хорошо знает армию и тюрьму. Что касается Донбасса, считают, выборы на оккупированных территориях проводить не стоит. А вот обо всех обстоятельствах своего освобождения Надежда до сих пор не знает. О том, что летит домой в Украину, ей сообщили ночью в тюрьме. А свободной почувствовала себя только, когда украинский борт поднялся в небо и пересек границу. Ирина Баглая, Андрей Костюк, Олег Неведомский. Подробности – телеканал «Интер». О Надежде Савченко президент Петр Порошенко говорил по телефону с вице-президентом Джозефом Байденом. Глава государства выразил благодарность самому Байдену и американскому лидеру Бараку Обаме за их вклад в освобождение украинской летчицы. Известно, что телефонный разговор состоялся буквально несколько часов назад. Первые заявления Надежды Савченко, ее политическое будущее, обсудим сегодня в ток-шоу «Черное зеркало». Но, конечно же, говорить будем не только о судьбе Надежды. Главный вопрос – когда на волю вслед за Савченко выйдут десятки других украинцев? И в состоянии ли Украина добиться их освобождения? Пожалуйста, не пропустите эфир ток-шоу сразу после подробностей. Уличное волнение в Одессе на судебном заседании по делу о беспорядках 2 мая. Почему активисты сначала штурмовали здание суда, а потом его заблокировали? И чем в итоге все закончилось? Репортаж наших корреспондентов. На скамье подсудимых 20 антимайдановцев проходят по делу о беспорядках 2 мая в Одессе на улице Греческой. Пятеро подстражей. И вот одного из них судей сегодня выпускают под домашний арест. Это Евгений Мефёдов, гражданин России. Под аплодисменты одних и крики позор других Мефёдова освобождают прямо в зале суда. Объявляется перерыв, в фойе становится жарко. Активистов майдановских организаций не согласны с решением суда. Полиция пытается вывезти из здания. Начинается потасовка. Держим двери, все стоит. Нагнетается ситуация, очень сильно, это решение. И людей все больше и больше на улице. Я просто боюсь, что буквально сейчас могут быть самосуды не только над этими затриманными, но и над теми, кто их выпускает. Требование активистов одно – пересмотреть решение суда. А чтобы обвиняемых, включая освобожденного Мефёдова, не вывезли, они блокируют все выезды из здания. Другая группа охраняет центральный вход. Не выпускают и адвокатов, подсудимых. Все томятся внутри. И в данный момент мы все находимся в здании суда, можно сказать, заблокированы. В итоге в такой патовой ситуации неожиданное решение принимает прокуратура. Россиянину Мефёдову предъявляют новое обвинение по статье «Угроза убийства». Таким образом его снова задерживают и везут вместе с остальными подсудимыми в СИЗО. Блокаду активисты снимают и расходятся. Судовый взгляд откладывается до 0.09.06.2016 года до 10 часов. Напомню, в деле о беспорядках 2 мая 2014 года два основных эпизода. И если по-первыхому уже давно идет суд, то по-второму пожару в Доме профсоюзов, когда погибли 42 человека. Досудебное расследование продолжается до сих пор. Андрей Анастасов, Кирилл Ющишин, Игорь Михоношин. Подробности телеканал «Интер» Одесса. В Одессе набирает обороты другой скандал, топонимический. Новые названия должны получить свыше полусотни улиц и переулков. Соответствующее распоряжение уже подписали чиновники областной обл. госадминистрации. Но согласны с этим не все жители. Например, в соцсетях люди бурно обсуждают, что проспект Джуково станет проспектом Небесной сотни, а улица Островского – улицей Ивана Мазепы. Основная претензия – не было никаких общественных слушаний. А еще были допущены элементарные ошибки. Исторических деятелей попросту перепутали с их однофамильцами – коммунистическими функционерами. Сегодня оппозиционный блок подал иск в окружной админсуд с требованием отменить это решение. Не была проведена процедура, не было учтено общественного мнения. Часть улиц вообще не подпадает под закон о декоммунизации. В частности, это улица Белинского, проспект Маршала Жукова, улица Героя Сталинграда, Терешкова. В частности, даже переименовали улицу Правды. И еще об одном скандальном одесском деле – вчерашних обысках в обл. администрации. Наш корреспондент Анна Каменева пыталась выяснить все детали этой истории. Что же все-таки искали? Что нашли? И с чем могут быть связаны действия столичных следователей в Одессе? После обысков в обл. гос. администрации страсти в Одессе так и не утихли. Губернатор Михаил Саакашвили накануне вечером раздает интервью. Громкие заявления и возмущения. Коррумпированные жулики, которые ничему не научились после Майдана, которые сидят в высших эшелонах власти и которые чинят вот этот производ. Главный фигурант этого дела – советник Саакашвили Тимурас Нишни Анидзе. В 2011-2013 он возглавлял Генеральное консульство Грузии в Одессе. Но в этот период, по данным следователей, он незаконно получил 20 миллионов гривен, как возмещение НДС за якобы приобретенные для консульства товары. Второй эпизод – это уже событие последнего года, связанное с благотворительным фондом на благо Одессы. Что искали в ОГА, Нишни Анидзе не понимает. Нишни Анидзе говорит, изъяли уставную документацию, флешки, его мобильный телефон и 5000 долларов личных сбережений. Разрешение на обыск дал Печерский райсуд Киева. Следователи проверяют информацию о растрате 14 миллионов гривен благотворительного фонда. Он уже давно в центре скандалов. Многие СМИ писали, средства шли не всегда на благотворительность. Мол, за счет организации закупали дорогие автомобили, оплачивали предвыборную компанию Саши Боровика, заграничные поездки губернатора и антикоррупционные форумы. А деньгами сбрасывались бизнесмены. Бизнесмены, которые вносили туда деньги, они будут постепенно отходить от Саакашвили. Эта тенденция очень давно наметилась. Уже это отразилось. Мы видим, как разваливается команда на глазах. И Саакашвили уже намекают, что нужно искать вам информационный повод. Давно пора, чтобы громко стукнуть дверью и уходить из этого региона. Обыски, считают эксперты, это только начало. Начало конца карьеры Саакашвили в Украине. Обыски это только уже параллельный процесс. Это сигнал, что не все так просто в его окружении. И это сигнал, что нет замокожения. В ГПУ сегодня от комментариев отказываются. Но вот накануне генпрокурор Луценко заявил, деятельность фонда проверяют по запросу ряда нардепов. Обыски законные, политическая составляющая исключена. Анна Каменева, Андрей Анастасов, Игорь Михоношин. Подробности телеканал Интер. В Днепропетровске сегодня обоставали строители метрополитена. Вот уже 9 месяцев они не получают зарплату. А почему и кто виноват, выясняла Наталья Грищенко. Днепропетровское метро самое короткое в мире. Всего одна ветка, 6 станций. Когда строительство продолжат, никто не знает. Предприятие, которое выполняет работы Днепрометрострой, на грани банкротства. Здесь давно перебои с выплатой зарплаты. Но сейчас долги рекордные за 9 месяцев. Вместо того, чтобы идти на работу, сегодня они идут на акцию протеста. Ровно в 10 работники метростроя собираются здесь, на центральной проходной. Отсюда каждое утро они спускаются в тоннели метро. Общий долг по зарплате 6 миллионов. Александр проходчик каждый день в забое. Ему должны 30 тысяч. Но даже призрачной надежды на выплату нет. Корешки нам дают, показывают, что мы зарабатываем деньги. Но этих денег мы не имеем. Надежда свою зарплату, 2000 гривен, последний раз видела в августе. Хожу я пешком, в 4 утра поднимаюсь и иду на работу пешком. Несколько раз падала в обморок. Днепрометрострой, публичное акционерное общество, владельцы акций, фонд госимущества и китайская компания. Заказчиком работ сначала выступала область, а с мая этого года город. Проблема в том, что процесс передачи с одного баланса на другой растянулся на 9 месяцев. Почему и кто теперь будет погашать долги по зарплате? Главный метростроевец объясняет очень туманно. Прозвивали момент заключения договора с дирекцией. Нужно было своевременно заключить договор. Это должны были выполнить 9 месяцев назад. Вопрос нужно закрыть либо таким путем с администрацией, с областной, либо же это пусть поможет город. В облах администрации молчат, а в мэрии оправдываются, мол, долги перед метростроем есть, но это лишь малая часть общей суммы. Задолженность по подписанным актам перед ПАО Днепрометрострой около 2 миллионов гривен. А задолженность по зарплате больше 6 миллионов. Задолженность перед налоговой больше 30 миллионов. Кто недоплатил оставшиеся миллионы и как метрострой накопил такие долги? В профсоюзе уверены, работают теневые схемы. Я был в прошлом созыве депутатом областного совета, но я так и не понял этой схемы, скажу откровенно. Схемы, как обычно у нас, запутанные. Метростроевцы уже написали в администрацию президента и Верховную Раду. Требуют разобраться и выдвигают условия. Если долги им не выплатят в течение 10 дней, от акций протеста перейдут к радикальным мерам. Каким, не уточняют. Наталья Грищенко, Евгений Куденцов. Подробности телеканал Интер, Днепропетровская область. Борьба с коррупцией, восстановление экономики и улучшение бизнес-климата. Кабмин сегодня на неочередном заседании утвердил план действий на этот год. Документ готовили вместе с международными и украинскими экспертами, обсуждали с общественными организациями. В плане конкретные шаги и даты. О первых результатах министр обещает рассказать уже в июле. Продолжение порядка складывания декларации с податком на доданную вартисть, выключение заявленной информации. Запроведение единого публичного реестра заявленного бюджетного отшкодивания ПДВ. Это говорит бизнес, и мы это говорим, какую речь мы поддерживаем. Мы сделаем систему монетаринга, проведение плану, чтобы у нас была очень четкая информация, как каждое министерство впорывается с теми или иными задачами. Не процент выполнения планов, не галочки формальные, а реальное ощущение людей, что изменится ситуация. И это в руках каждого министра. Альтернативный план действий, как реанимировать страну, предлагают в оппозиционном блоке. Политики на съезде партии призвали сегодня все конструктивные силы, предприниматели, общественников, профсоюзы объединиться и вынудить политических банкротов уйти досрочно. Провести парламентские выборы и сформировать власть народного доверия. Только так, уверены депутаты, можно остановить необдуманную тарифную политику, обеспечить высокие соцстандарты, развивать и модернизировать экономику. Оппозиционный блок также призывает отказаться от воинственной риторики и последовательно выполнять минские договоренности. Идеологические разногласия и амбиции оставить в прошлом и начать работать на процветание страны. А все успешные инновации закрепить в новой конституции, говорят в полициле. Коалиция войны, неудач и провалов должна уйти. Они должны освободить место для людей, которые знают и любят нашу страну. Нужно вернуть Украину на путь безопасного и стабильного развития. Заново научиться жить вместе. И только наша политическая сила способна выполнить эту задачу. У нас есть четкий и понятный план действий. Необходимо перезагрузить власть и провести перевыборы парламента. Должно быть сформировано правительство народного доверия. Мы готовы стать его основой. В нашей стране нужен новый социально-экономический курс. Основой наших противных кругов, основой наших общественников всегда была сильная экономика. Промышленность, сельское хозяйство, услуги. Мы должны приложить усилия к тому, чтобы построить экономику по мировому образцу. Где до 10% это сельское хозяйство, 20% это промышленность и 70% услуги. Весь пакет наработок ляжет в основу новой Конституции. Нужно менять политическую систему. И чем быстрее это произойдет, тем быстрее Украина добьется успеха. Головной умовью мира есть достигнение мира на Донбассе. Пытание мира это фактически формирование новой краины. Но, конечно, начинать нужно с того, от чего зависит этот миротворческий процесс. Минские договоренности. Другая позиция это развитие. Это первое, из-за чего это питание модернизации, сбережения индустриального статуса и шанса уйти в коло развития страны в 21-м столетии. Есть ли у оппозиционного блока шансы воплотить свои замыслы? Каким кредитом доверия украинцев они располагают? Мы поинтересовались у политологов. Вот их мнение. По последним рейтинговым опросам партийных, партийной части, оппозиционный блок сегодня занимает первые места. Это электоральные рейтинги. Что неудивительно. Разочарование в действиях власти, оно, конечно, работает сегодня на оппозиционной силу, на оппозиционный блок. Чем больше будет рейтин оппозиционного блока, тем дальше будут оттягивать досрочные выборы. И будут делать все, чтобы досрочных выборов нет. Оппозиционный тренд в Украине может быть достаточно сильным, потому что отбываются нефакулярные реформы. Через это может до оппозиционного блока долучаться какие-то отдельные действия, которые имеют перспективу. Для оппозиционного блока важно консолидироваться. И второе, это повестка дня. То есть социально-экономический радикализм. То есть те ключевые вопросы, которые сегодня в первую очередь волнуют украинцев. Если эти два условия будут выполнены, то перспективы роста рейтинга оппозиционного блока будут очевидны. Парламентские будни. До конца сессии, которую и так очень сложно назвать продуктивной, осталось чуть больше месяца. Что будут делать депутаты? Продолжат работать или доведут ситуацию до внеочередных выборов? Мы обязательно это обсудим с участниками «Черного зеркала». Эфир ток-шоу уже скоро, сразу после подробностей не пропустите. Теперь о деле Момота. Сегодня скандальный мэр Выжгорода, которого обвиняют в получении едва ли не рекордной взятки, явился в прокуратуру. Все подробности узнаем у Татьяны Винниковой. Она с нами на прямой связи. Таня, я приветствую. Скажи, пожалуйста, Момота допрашивали или нет. Ну и вообще, какие подробности тебе удалось узнать? Действительно, Алексей, отстраненного от должности мэра Выжгорода Алексея Момота, допрашивали сегодня в прокуратуре Киевской области. Его обвиняют в получении взятки. Якобы, бывший градоначальник требовал у представителей одной из строительных фирм взятку в 1 миллион евро за содействие в бизнесе. 14 апреля сотрудники СБУ и прокуратуры задержали Момота в его же кабинете. Далее было СИЗО, а потом он вышел под залог в 5 миллионов гривен. И вот сегодня допрос. Сегодня активисты Выжгорода на пресс-конференции обнародовали видео, на котором Алексей Момот якобы берет взятку в 300 тысяч евро. Вот именно эти кадры и стали самыми главными в скандальной истории. Хотя сам Алексей Момот говорит, что все доказательства против него фальсифицированы. Адвокаты Момота говорят, что следующее судебное заседание должно состояться 30 мая. А вот сегодняшний допрос длился 3,5 часа. И в итоге они вышли и рассказали, что вот этого судебного заседания может вовсе и не быть. Оказалось, что есть два уголовных дела. И ведут их две разных структуры. НАБУ и прокуратура. А значит, у этой истории будет продолжение. Алексей? Спасибо за интересные подробности. На связи со студией была моя коллега Татьяна Винникова. Президент и Верховная Рада не будут влиять на назначение судей. Судопроизводство станет деполитизированным. Об этом заявил Петр Порошенко на заседании Совета по судебной реформе. Сегодня там обсуждали проект нового закона о судоустройстве и статусе судей, а также внесение изменений в Конституцию. Предлагается формирование трехзвеньевой судебной системы и создание единого Верховного Суда на конкурсной основе. Глава государства надеется, что уже в июне депутаты проголосуют за эту реформу. По мнению президента, новый закон и изменения в Конституцию необходимо принять не только из-за требований МВФ. В первую очередь в этом нуждаются украинцы. Это не косметические правки. Это не косметический ремонт. И на сегодняшний день происходит деполитизация судочинства. Верховная Рада, политические партии нарешті будут не мати жодного впливу при призначенні суддів. В деле бывших беркутовцев, которых подозревают в расстреле людей на Майдане, сегодня рассматривали доказательства стороны обвинения. В чём они состояли и почему процесс едва не вернулся к стартовой отметке, знает Егор Логинов. В прошлый раз присяжные по делу экс-беркутовцев попросили самоотвод. Причины – недостаточная оплата от 40 до 60 гривен за одно заседание и отсутствие компенсации за проезд по Киеву до здания суда. Своё решение судейская коллегия вынесла сегодня. Суд, заслухавши думку участників кримінального провадження, выучивши доводы заявленных самовідводів, вважає їх такими, що не підлягають задоволенню. Если б суд удовлетворив самоотвод присяжних, дело экс-беркутовцев начали б рассматривать сначала, а так перешли к доказательствам обвинения. Прокуроры предоставили служителям Фемиды заключение судмедэкспертов. Специалисты изучали, насколько похож подозреваемый Павел Зинченко на одного из людей, расстреливавших активистов Майдана. Подозреваемый Павел Зинченко заявил, он правша, левой рукой только пишет. Сегодняшние заседания защиты обвинения оценили по-разному. Выводы второй портретной экспертизы противоречат выводам первой экспертизы. И, в частности, по Зинченко эксперт четко сказал, что установить лицо невозможно. Мы надавали экспертные выставки, которые подтверждают факт находления данной особи на территории улицы Институтской. Они в Балаклавах, и есть соответствующие фотопортретные экспертизы, которые подтверждают, что самая с великой имоверностью подтверждается то, что это Зинченко и Аброськи. Исследовать доказательства обвинения суд продолжит 31 мая в 11.30. Игор Логинов, Сергей Коваль, подробности, телеканал Интер. Украина не собирается признавать трехмиллиардный долг перед Россией. В документе, который рассмотрит высокий суд Британии, говорится, что соглашение о заимствовании в 2013 году недействительно, поскольку было заключено в результате принуждения, которое осуществлялось со стороны России на Украину в течение всего 2013 года. С целью не допустить заключения Украиной соглашения об ассоциации с ЕС. Согласно иску России к Украине, Киев, напомню, должен вернуть 3 миллиарда 137 миллионов долларов, с учетом процентов за несвоевременную выплату так называемого долга Януковича. Петр Порошенко назначил бывшего генерального секретаря НАТО Андерса Фокрасмусона своим внештатным советником. Соответствующий указ появился на официальном сайте президента Украины. Я напомню, датский политик занимал должность генсека НАТО в течение 5 лет, с 2009 по 2014 годы. Во время руководства альянсом Расмусон поддерживал курс на вступление Украины в НАТО. В зоне АТО увеличилось количество вражеских обстрелов и активность разведки боевиков. Самая горячая точка – Авдеевская промзона. Сегодня там даже работала трехсторонняя группа по прекращению огня. Продолжит Руслан Смещук. Луганское – это под Дебальцевым. Последние несколько дней боевики здесь особо не стреляют. Зато активизировалась вражеская разведка. В самых неожиданных местах наши солдаты находят камеры наблюдения противника за позициями украинской армии. На расстоянии 1,2 кг стоит подбитая наша БМП. На ней была установлена видеокамера, которая следила за нашими действиями. Была снята и отправлена на дальнейшее. Посмотрим, что на ней было записано. Подняли змей на высоту примерно 500 метров. Он полетал какое-то время, ну около получаса. И они его опять опустили. То есть они ведут доскональную разведку. А это наши позиции возле Авдеевской промзоны. Десантник с позывным «Бера» показывает старые и новые воронки от снарядов боевиков. Здесь почти так же горячо, как и в самой промзоне. Его били прямо в цель. То есть, короче, сюда подлазит корректировщик. И он корректировал. Они сначала там падали, а потом точно начали в блиндаже. Вскоре раздается несколько очередей и взрыв. Нас просят укрыться в блиндаже. Это был РПГ. Вчера именно сюда прилетало 80. В основном 80 АГС и 120. Вчера был обстрел где-то с 4 и длился до полвосьмого. В общем, обстреливают нормально. Сейчас Авдеевская промзона – одна из самых опасных и проблемных точек зоны АТО. Сегодня там даже собиралась трехсторонняя контактная группа Центра прекращения огня и наблюдатели ОБСЕ. Обсуждали варианты введения режима тишины. Один из основных – разведение нулевых позиций обеих сторон. Так, чтобы между ними было не меньше километра. Что относится к позициям? Их сблищение между ними отстань. То есть есть промежные позиции и есть основные позиции. Основными вымогами в этом аспекте есть, чтобы в начале этой деятельности работа может начаться, если 7 дней тиша. Поэтому перед нами сегодня стояло завдание тиша, чтобы было. Кроме того, поступило предложение создать две демилитаризованные зоны в Авдеевской промзоне и в районе поселка Золотое на Бахмутской дороге. А еще стороны договорились о беспрепятственном ремонте газопровода Красногоровка-Марьенко. Руслан Смещук, Александр Данилов и Анатолий Воробей. Подробности – телеканал «Интер». Эксперты ООН по предотвращению пыток возобновили диалог с украинскими властями. Напомню, ранее в организации свернули миссию после разгоревшегося скандала, когда экспертов не допустили в помещение СБУ в Мариуполе и Краматорске. Представители ООН хотели выяснить, в каких условиях содержатся задержанные, но им отказали, ссылаясь на секретность материалов, которые там находятся. Сегодняшние переговоры с Киевом в подкомитете Организации Объединенных Наций назвали конструктивными и не исключили своего возвращения. Страны Большой Семерки приняли решение продлить санкции против России. Как отреагировали в Москве и чем еще запомнится эта встреча, все расскажет наш собственный корреспондент США Тихон Дзятко. У каждого саммита элитного клуба стран свой церемониал. Общие переговоры, двусторонние встречи, торжественные обеды и обязательная фотосессия, которую принято называть семейным фото. Впрочем, на всех этапах переговоры, в буквальном смысле о судьбах мира. Главные темы нынешней встречи в Японии – проблемы мировой экономики, терроризм и ряд региональных вопросов. После аннексии Крыма России элитный клуб из «Восьмерки» опять превратился в «Семерку». Но что делать с Россией – одна из тем переговоров. Что касается России, то страны Большой Семерки едины. Жизненно необходимо в июне продлить санкции. Пункт об отношениях с Россией входит и в итоговую декларацию саммита. Дескать, диалог с Москвой важен, но пока не выполнены Минские соглашения, о снятии санкций не может быть и речи. Ответ Москвы не заставил себя ждать. Премьер Медведев поручил правительству России подготовить предложение, которое позволит продлить российские ответные меры, так называемые антисанкции, еще на полтора года. Продуктовый эмбарго, напомню, закрывает российский рынок для целого ряда импортных товаров. Саммит Большой Семерки завершился, и лидеры разлетаются по домам. Президент США Барак Обама с остановкой в Хиросиме. Исторический визит. Обама – первый американский президент, который посещает Хиросиму после ядерной бомбардировки США в 1945 году. Возлагает цветы к мемориалу, общается с теми, кто выжил в тот страшный день. Мы должны ответственно смотреть в глаза истории, сделать так, чтобы подобное не повторялось. Кстати, от Обамы многие в Японии ждали извинений за бомбардировку 1945 года. Он ответил, извиняться не будет, потому что, зная президентом, во время войны приходится принимать непростые решения. Тихон Зитко, Юрий Романюк. Подробности. Американское бюро. Телеканал Интер. И санкционный реверанс в адрес России. Вице-канцлер Германии Зигмар Габриэль на встрече с министром промышленности и торговли РФ Денисом Монтуровым призвал к пошаговому снятию санкций с Москвы. Это заявление возмутило украинских дипломатов. Посол Украины Андрей Мельник уже обратился в МИД Германии с просьбой разъяснить слова вице-канцлера, являются ли они официальной позицией Германии. История с качеством пошива формы для военных набирает обороты. Чьи компании усердно пытаются одеть и обуть армию? Кто с кем и за что ведет форменную войну? Подробности в сюжете. Поставка некачественных товаров для армии – прибыльный бизнес, в котором задействованы производители, поставщики, чиновники и политики. На жизни и здоровье простых солдат уже несколько лет отмывают огромные деньги. Чтобы проконтролировать качество закупки формы для военных, волонтеры создали при Министерстве обороны Центр разработки и сопровождения материального обеспечения ВСУ. Но этот новоиспеченный орган, который разработал технические условия, очень не понравился нардепам от Народного фронта Сергею Пашинскому и Татьяне Черновол. Они на каждом шагу обвиняли Центр в коррупции. Белизна тепла. Закуповывался за 185 гривен. Очиковано вартие с этого года 80-80 гривен. И все при том, что загальная сумма бюджетного финансования на материально-техническое обеспечение Минобороны осталась та самая. 2 миллиарда гривен. Цих денег не выстачит для того, чтобы одягнуть, обуть армию, обеспечить всеми іншими потребами речевого обеспечения. Вместо этого нардепы предлагали другую форму, более дешевую. Качество одежды от Татьяны Черновол раскритиковали волонтеры. И утверждают скандальными заявлениями, некоторые депутаты просто пытаются продвигать свои бизнес-интересы и реанимировать старую коррупционную схему. Война в основном идет вокруг того, что вот эти новые образования, которые есть в Министерстве обороны, они стараются, пытаются и воюют за право контролировать качество того, что закупается. А вот группа вот этих вот по шерсти, они в принципе просто хотят поставить через военприемники. Тендеры провели и снова скандал. На склад поступило около 20 тысяч комплектов формы отряда сомнительных поставщиков. Они очень странно выиграли тендер, поставив цену ниже себестоимости. Сегодня в Центре материального сопровождения ВСУ начали проверку. А на своей странице в Фейсбуке волонтер и советник президента Юрий Бирюков написал, что с ним связался некий переговорщик и требовал остановить проверки. При этом грозил устроить демонстрации и протесты. Кто послал этого человека, волонтеры только догадываются. Сама эта схема, она не позволяет влежать всяким фирмам-прокладкам. Потому что фирма-прокладка, она не может закупить качественную ткань. Потому что им все равно придется идти к тем же самым производителям, которые могут выполнить пиу, а это крупные компании, которым не имеет смысла связываться со всякими мутками Пашинского или Чернового. Давать комментарии в Центре разработки и сопровождения материального обеспечения ВСУ и в Минобороны пока что отказываются. Обещают уже в ближайшие дни после проверки выйти и сделать громкие заявления. Оксана Григорьева, Леонид Аборин, подробности телеканал Интер. Посол США в Украине Джеффри Пайет призвал министра внутренних дел Арсена Авакова осудить тех, кто опубликовал данные журналистов на сайте Миротворец. Это поставило под угрозу жизни репортеров, считает дипломат. Теперь ни украинские, ни американские журналисты не смогут объективно освещать происходящее в стране, сказал Пайет, выступая на Львовском медиафоруме. Напомню, ранее на сайте Миротворец опубликовали список журналистов, которые посещали зону конфликта. В нем почти пять с половиной тысяч имен. Продолжим подробности. Вот что узнаете из второй части. Убийство со многими неизвестными. Кто жестоко расправился с тернопольским депутатом-правозащитником? Ограда из градов. В Мелитополе местный житель спрятался за взрывоопасным забором. Расправа или обычная бытовуха? В Кременце, Тернопольской области убили общественного активиста. Кто и за что, попытались выяснить наши корреспонденты. Убийство произошло накануне около 10 вечера у этого дома. Здесь находится частное предприятие депутатора Совета и общественного активиста Виталия Ващенко. Сюда он зашел по делам. Тут его и поджидали. По официальной версии полиции, нападавших было двое. Племянник убитого говорит, соседи слышали крики. Он шел до машины, и они подбегли, и началась бийка. Их было двое, нападники били его какими-то предметами. Именно соседи вызвали скорую. Но спустя три часа Виталий Ващенко скончался в больнице. Было три исчезных раны на голове, длина каждого, где-то приблизительно 5 сантиметров, и одна в области, в скронии. Соседи говорить о произошедшем отказываются, боятся. А вот племянник погибшего утверждает, за его дядей на протяжении долгого времени следили. Тщательно изучали все его маршруты. И даже круглосуточно караулили у этого самого предприятия, на темно-серой Ауди. Машина была оттонована, открыто было только лобовое скло. Целый день они тут ждали, с открытыми дверями. Пассажир, он выходил, приседал бля машины и курил. И седал назад в машину. Коллеги Виталия говорят, он перешел дорогу не одному чиновнику. И расправились с Ващенко именно из-за его активной общественной позиции. Он выкрывал будь-якие, скажем так, злочины. Неправомирные вынесены решения Кременецкого суду. Неправомирные вынесены выроку прокуратуры Кременецкой местной прокуратуры. Также, фактически, скажем, контролировали мы и в Минскую раду, и району влады. В полиции начали уголовное производство. Рассматривают две версии. Первая версия, и, напевно, будет основной, его громадская, возможно, политическая деятельность. Потому что, как злочинцы его не обыкрали, при нём остались деньги, остались ценные вещи. Насколько известно, ноутбук. И пограбление мы откидаем. Хотя, также версию пограбления, как второе, будем рассматривать и переверять. Убийцы ищут. Пока безрезультатно. Павлина Василенко, Галина Якушко, Юрий Голубинко. Подробности, телеканал Интер, Кернопольская область. Забастовки, потасовки, аресты, ранения и также транспортный хаос. Франция по-прежнему охвачена протестами представителей профсоюзов. Наш европейский корреспондент Оксана Кундеренко о том, как выживает страна в осаде. Франция сегодня это сплошные манифестации, пробки и очереди. Забастовки работников энергетического сектора повергли в хаос почти всю страну. Треть заправок либо закрыты, либо топлива на них не хватает. Шесть из восьми нефтеперерабатывающих заводов страны остановили работу. Грозятся перекрыть поставки горючего через порт Гавр. Страдает авиасектор, что уж говорить о простых водителях. Я чувствую себя будто в клетке. Все остановилось из-за этой забастовки. Люди паникуют, не могут работать. Это уже слишком, знаете ли. Бастуют даже сотрудники атомных электростанций, хотя производство электроэнергии сокращено всего на 6%. Полиция как может разгоняет манифестантов и открывает дороги, но те не сдаются. Мы все вместе, мы все вместе, хей, хей. Где-то все проходит мирно, а где-то в ход идут камни, петарды и дубинки. Пострадали десятки людей, в основном в страже порядка. Задержаны 77 протестующих. Но даже такой поворот событий не вынудил политиков идти на уступки. Мы начали реформы, мы их закончим. Когда я сравниваю трудовое законодательство Франции и других стран Большой Семерки, то вижу, что у нас оно самое лучшее. И я не собираюсь все рушить, пытаясь принимать сбалансированные законы. Весь сыр-бор именно из-за нового трудового законодательства. Оно развязывает руки работодателям, позволяет регулировать продолжительность рабочего времени, снижать зарплаты, увольнять сотрудников в случае экономического кризиса и ограничивает права тех, кто собирается в отпуск или, скажем, в декрет. Премьер вроде бы даже согласился на малые правки, но закон по сути не поменяют. А через две недели во Франции футбольный чемпионат. И принимать туристов в такой обстановке очень непросто. Оксана Кундеренко и Сергей Дубинин. Подробности Европейское бюро телеканала Интер. Украинским химпредприятиям последние годы приходится, ой, как не сладко. Их то закрывают, то прекращают поставки газа. Между тем, от продажи минудобрений за границу, это 7% всего экспорта, Украина только в прошлом году получила более 2 миллиардов долларов. Не говоря уже о том, что это рабочие места для 120 тысяч человек. Накануне Дня химика мы побывали на одном из химзаводов в Черкасском азоте. И узнали, как обстоят дела сейчас, и каковы перспективы у отечественного химпрома в этом году. На Черкасском азоте сегодня короткий день. В городском дворце культуры концерт и награждение лучших. Знак почета получил и Петр Федоришин. Первое место, которое после института я пришел, пришел именно в этот цех, и в этом цехе до сих пор. И я не жалею. Петр Ефимович на предприятии 30 лет. Говорит, времена были разные, не самые легкие и сейчас. Но не хочет сегодня о грустном. А вот председатель правления рассказывать о проблемах не против. Главное, говорит, остается цена на газ. Из-за резкого подорожания существенно выросла и себестоимость удобрений. По сравнению с российским продуктом, с азиатскими продуктами, там, где цена природного газа до 50 долларов, на настоящий момент стоимость природного газа с транспортировкой у нас себестоимость составляет 217-220 долларов. Поэтому конкурировать с ними очень тяжело. Несмотря на трудные времена, предприятие не сокращает штат и не сворачивает социальные проекты. Например, дворец культуры построен на деньги завода. 60 миллионов гривен. Кроме прочего, говорит мэр Черкас, это еще и главный донор городского бюджета. Экономит предприятие пока только на своих нуждах. 80% продукции предприятия – это карбамид, селитра и другие удобрения – сейчас идет на внутренний рынок. Внутреннее потребление в Украине развилось до такой степени, что сейчас аммиачная селитра, карбамид и аммиак востребованы здесь, в Украине. И первые 4-5 месяцев, а уже дальше нужен экспорт. Нужен, потому что осенью меньше потребляется азотных удобрений. Но высокая цена на газ, говорят специалисты, загоняет химзаводы в угол. Из шести сегодня работают только три. Сейчас летний период и нет необходимости отапливать газом жилищно-коммунальный комплекс. Украинское правительство могло бы давать скидку химикам для производства сейчас удобрений. Эти удобрения будут востребованы в августе месяце в Азии. И у нас так раньше было постоянно. У нас экспортный потенциал гораздо больше. Заводы дают хорошую прибыль, хорошую рентабельность только тогда, когда они полностью загружены. Будущего у Украины нет без химии. Потому что это отрасль, которая дает практически 4-5 смежных отраслей, которые завязаны на этой отрасли. И на мой взгляд, это очень важная, скажем, отрасль, на которую надо обращать внимание. Я думаю, что за ней все равно будет будущее. Пока же из-за высокой цены на газ, отечественный химпром не может соперничать на внешнем рынке с китайским или ближневосточным, где себестоимость продукции ниже. А падение экспорта – это уменьшение валютных поступлений в бюджет. На треть прогнозируют эксперты, если ситуация не изменится. Ольга Иванченко, Павел Тимошенко, подробности, телеканал Интер. В Харькове активисты перекрыли движение по одному из центральных городских проспектов. Так они протестовали против ночного сноса коммунальщиками одного из городских самостроев. Подробности далее в сюжете. Нет! Слава службы! Спасение! Живот! Час эти люди ходили по переходу через проспект Науки, не давая проехать ни одной машине, кроме карет скорой помощи. Протестовали против сноса здания службы спасения животных. Им все равно, что с животными происходит. Активисты рассказывают, сегодня ночью к зданию приехали два автобуса спортивного вида мужчин в оранжевых жилетках. Представились сотрудниками водоканала. У людей, которые находились в помещении, отобрали телефоны. То есть разбили стекла, проникли в помещение, разбили все камеры. Было три камеры наблюдения. Украли технику, где велась запись. Украли, попытались даже вынести кофеаппарат. Само здание теперь разрушено. Активисты говорят, центр спасения животных пришлось перевезти в соседнюю постройку. В мэрии признали. Строение ночью снесли коммунальщики в сопровождении муниципальной охраны. По версии чиновников, это был незаконно построенный шиномонтаж. Оно изначально было незаконно. С первой секунды. Об этом говорили. У нас борьба идет постоянно. Активисты не отрицают. На первом этаже действительно находился шиномонтаж, чтобы заработать на содержание центра спасения. На втором этаже был приют для собак и кошек. Документы по легализации находятся сейчас в суде. А где-то в бизнесе закона? Находятся сейчас в суде. И сейчас это в процессе рассмотрения. Суд сейчас принимать должен решение о законности. Пока суд не примет это решение, не имеют права они сносить это здание. В полиции сообщают участников ночного погрома. Опознали и пригласили для дачи показаний. Открыто ряд уголовных производств по различным статьям уголовного кодекса. Причинение легких телесных повреждений, грабеж. У некоторых граждан пропали мобильные телефоны, как они заявляют. Теперь активисты намерены бороться за сохранение службы спасения животных в суде. Лидия Калинина, Александр Яновский. Подробности телеканал Интер. Харьков. Инсталляция в стиле милитари. Уличную композицию создал житель Мелитополя. Вокруг дома он построил забор из старых боеприпасов. Но все ли рады такому соседству, знает Сергей Бордюжа. Забор возле своего дома Андрей Гнездилов строил три года. Большинство предметов времен Второй мировой. Гранаты, снаряды, мины, винтовки и пулеметы. Есть даже немецкая авиабомба в полтонны. Это на речке купались ребята у нас. Нашли. Принесли мне за бутылку пива. А это рядом человек ехал мимо. Тоже, говорит, в огороде откопал у себя. Говорит, пусть будет. Подарил. Есть и современные образцы. Например, вот этот РПГ подарили атошники. Но большую часть экспонатов Андрей скупал в пунктах приема металлолома. Чтобы они туда снова не вернулись, приварил к арматуре и оградил колючей проволокой. Правда, это не всегда помогает. Вот здесь было колесо с немецкого танка. Остались одни остатки сварки. Было приварено в двух местах. Видите, пришли, вырвали. Местных жителей инсталляции в стиле милитарий не пугают. А соседские дети даже приловчились зарабатывать на этом. Проводят своеобразные экскурсии. Ну, фоткают, там, на мороженое дают, еще одно что-то. Не в восторге от уличной экспозиции только спасатели. Узнав о креативном строителе, приехали целой пиротехнической бригадой. Долго сидели над кучей ржавых боеприпасов во дворе. Потом взялись осматривать сам забор. Установлен факт присутствия как боеприпасов времен Великой Честной войны, так и современных. Но в Богдановке. Они все разрушены, но в какой-то степени несут угрозу. Опасных предметов во дворе выявили с полсотни. Их вывезут на полигон и подорвут. А вот что делать с забором – вопрос. Пиротехники подготовят отчет и передадут в полицию, чтобы там решили разбирать в милитарий забор или все же оставить. Сергей Бордюжа, Игорь Воробий, подробности, телеканал Интер, Запорожская область. Ужин в стиле Нью. В Мельбурне стали приучать горожан к голому общепиту. Вкуснее ли стало, есть налегке, узнаете из нашего обзора. В Южноафриканской республике одобрили закон, позволяющий экспроприировать землю у белого населения. Документ предусматривает принудительный выкуп участков у фермеров с передачей их чернокожему населению и выплатой компенсации. Так власти пытаются побороть неравенство между белыми и черными. После падения режима апартеида чернокожим жителям ЮАР принадлежит только 10% земель. Российская реклама из Китая вызвала скандал. Соцсети негодуют из-за ролика об отбеливающем средстве. По сюжету девушка-китаянка флиртует с темнокожим мужчиной в прачечной. Потом бросает его в стиральную машину, откуда он возвращается к китайцам. Изменения начинаются с Кеоби, звучит слоган в конце видео. Голый общепит. В Мельбурне открылся ресторан, где можно поужинать в обнаженном виде. Тем, кто чувствует себя неловко, для начала предлагают банный халат. Полностью раздеться можно уже за столиком. На первый ужин в стиле ню пришли полсотни нудистов разного возраста и комплекции. Судя по видео, все остались довольны. Греческие археологи нашли могилу Аристотеля. Впрочем, гробницу раскопали еще 20 лет назад. Но только теперь ученые смогли доказать, что именно там был похоронен древнегреческий философ. Могила находится на полуострове Халки-Дюки. Останков в ней не было. Гробницу разграбили еще во времена Византии. В Швеции крестили принца Оскара. Трехмесячный малыш, сын кронпринцессы Виктории и ее мужа принца Даниэля. Церемонию транслировало в прямом эфире общественное телевидение. Мальчика крестили в рубашке, которую для обряда таинства одевали всем членам королевской семьи с 1906 года. Маленький Оскар, третий в очереди на шведский престол. Заглянуть в кратер вулкана во время извержения предлагают всем желающим в Никарагуа. Любители острых ощущений и ценители фантастических пейзажей могут сделать селфи на фоне огненной пропасти. Вулкан находится неподалеку столицы Монагуа. В эти дни он стал местом настоящего паломничества туристов. В Австралии ожили стены. В Сиднее начался уличный фестиваль света и музыки. Мастера из разных стран подготовили видеоинсталляции для показа на площадках города. Местные жители и туристы смогут полюбоваться световыми спектаклями в ближайшие три недели. В Париже проходит выставка, в названии которой можно усмотреть провокацию. Enjoy, удовольствие, Крым, Львов. Хотя на самом деле никакой провокации нет, уверяют четыре украинских художника. Двое из Крыма и двое из Львова. Я просто очень хочу, чтобы наши топовые, очень интересные самовынные авторы, выставлялись в хороших местах. Это съемки начала года. Еще тогда Ирина Карпа, культурный дипломат Украины во Франции, задумала показать французам работы Александра Кадникова. И привезла их с собой. Когда нашла хорошую галерею, возникла идея расширить экспозицию. До меня пришел Пабло Дюсельва, галерист, увидел случайно работы перфейтского. Сказал, слушай, это очень классный стрит-арт, на него люди заходят. Я говорю, слушай, если уже пришел в такой двор, давай тебе еще покажу свою любимую художницу. И показала киндер-албум, в основном, как мы сейчас на Ютли. Так Карпа стала куратором выставки и почувствовала, как это работает в украинской бюрократии. Чтобы привезти картины, не хватало бумажек, а наличие бумажек с подписью начальника другого начальника. Но все же выставка об удовольствиях в самом правильном арт-квартале Парижа «Маре» открылась. Есть работы вызывающие, но не настолько, чтобы шокировать французов, воспитанных на происхождении мира Курбе. Кроме принтов, фото и живописи на стенах, стихи и проза Карпы, Галины Шиян, Маркьяна Камыша и Жадана. В оригинале и с переводом на французский. Посетители довольны. Я ожидал чего-то неординарного, и мои ожидания подтвердились. Это первое знакомство с украинской культурой, и я очень рад результату. Впрочем, не всех художников посетители смогли здесь увидеть Кадников, невыездной из Крыма киндер-альбом в Швейцарии. Зато пожаловал живущий во Франции Никита Кравцов с соавтором и супругой Камей. В Париже сегодня прекрасная погода, наверное, будет дождь. Допор играет, а сейчас Камей скажет пару слов на французском. Привет все! Надеюсь, у вас все хорошо. Рады будем вас видеть на вернисаже. София Гордиенко, Василий Тружковский. Подробности телеканал Интер. Париж. С подробностями на сегодня все, но информационный вечер на Интере только набирает обороты. Уже через несколько минут я жду вас в студии политического ток-шоу «Черное зеркало». Не пропустите, как всегда обещаю, непростой и острый разговор на самые актуальные темы.